Ну что ж, уважаемые наши зрители, мы начинаем наш вебинар. Сегодня мы будем говорить о Карибах, только о программах гражданства получения на территории стран Карибского бассейна. И сегодня нашим спикером будет Михаил Ильин Дичков. Это наш менеджер проектов. И в нашей компании Михаил отвечает за направление стран Карибского бассейна. Да, Михаил, приветствую тебя. Здравствуйте, Ильин, спасибо. Да, я тогда немножко еще расскажу о том, несколько слов о том, о чем будет сегодня вебинар. И затем тогда передам слово уже Михаилу. Вопросов по Карибам всегда было достаточно много. Надо сказать, что программа гражданства Сенкиц – это старейшая программа, она существует уже больше 30 лет. И вопросов по Карибам нам всегда задавали много. Поэтому мы сегодня решили провести отдельное мероприятие, отдельный вебинар. О чем сегодня будет наш вебинар? Михаил расскажет об основных программах, ответит на вопрос, что лучше – дотация или недвижимость. И сегодня мы подготовили для вас еще интересную информацию по недвижимости, потому что этой информации все-таки меньше, чем о дотациях. Расскажем о том, сколько это стоит, расскажем об основных нюансах, ну и, конечно же, ответим на все ваши вопросы. Если вы смотрите с мобильного устройства, то у вас справа есть чат, если вы переключите. Задавайте, пожалуйста, вопросы, и мы тогда в конце вебинара на все ваши вопросы обязательно ответим. Ну вот такой у нас сегодня план. Также следите за нашими будущими мероприятиями. В настоящий момент мы участвуем в онлайн-выставке Empires. Я всем очень рекомендую ее посетить. Вот. Достаточно интересная деловая программа. Вчера был весь день семинаров, где я, в частности, принял участие. Сегодня тоже деловая программа по недвижимости, поэтому заходите на выставку. Там есть наш стенд. Вот. Но опять-таки вы там сможете увидеть Михаила, поэтому... Ну, разные форматы, да, можно либо там, либо здесь, да. Ну и плюс, на мой взгляд, достаточно интересная деловая программа. Вот. Ну что ж, Михаил, тогда я хочу передать тебе слово, да. Вот. Сейчас мы с тобой станем... Вот такие стали уже такими небольшими. Загрузилась наша презентация. Вот. Ну что ж, тебе слово тогда. Вот. Я не прощаюсь, я остаюсь с вами. Смогу также отвечать на вопросы в чате. Поэтому, ну что ж, давайте начинать. Да, Евгений, большое спасибо за такое представление. Как вы уже и озвучили, действительно, одна из самых старейших программ – это программа Сенкицы Невис. Она действует с 1984 года. И это стало зарождением, в принципе, индустрии по получению гражданства через инвестиции. И сегодня у нас пойдет речь об очень интересных странах. То есть это по Карибам. Я расскажу о всех пяти странах. Что, какие были важные изменения в этих программах за период пандемии. И постараюсь с вами поделиться какими-то основными, может быть, кейсами, вопросами, которые часто задают наши уважаемые инвесторы. Вот. И в целом расскажу, то есть, что это такое, какие есть опции. И начнем. Перед вами, значит, первый наш слайд. И я бы хотел, знаете, о чем поговорить. В самом начале рассказать, то есть, почему люди приобретают карибский паспорт. И в целом, почему это хорошая инвестиция. И что она дает. Я начну, наверное, с самого первого. То, что даже во время пандемии, да, когда есть проблемы, скажем так, с перемещением, ну, назовем это так, ограничение, да, проблема это немножечко, наверное, грубовато, ограничение есть по перемещению, то в данный момент, если у вас есть наличие вида на жительство, либо же гражданство другой страны, то у вас есть возможность фактически вылететь из страны. Карибский паспорт предоставляет уникальные особенности. То, что первое, он предоставляет безвизовый шенген на 90 дней, что очень удобно, если у кого-то есть, например, бизнес, либо же, скажем так, постоянно нужно посещать какую-то страну из шенгенского соглашения. И еще немаловажный фактор – это безвизовая Великобритания, Великобритания, которая предоставляет возможность находиться в стране 180 дней, что тоже немаловажно, если кто-то, например, хочет навещать детей, да, у кого-то есть там, либо же есть какие-то стратегически важные партнеры, либо же кто просто любит Великобританию. То есть это позволяет находиться в стране, и даже сейчас, например, при ограничениях вы фактически можете вылететь в Великобританию с карибским паспортом, а дальше уже вы можете, пройдя карантин, насколько я точно нужно будет уточнить, переехать в страны шенгенского соглашения. Немаловажный фактор, который многие инвесторы спрашивают, действительно, одна из стран карибских программ предоставляет безвизовый Китай. И это очень удобно, у кого, скажем так, есть стратегические партнеры в Китае, кто в целом ведет бизнес в Китае, для кого возможно обучение, образование детей в Китае. То есть навестить или, скажем так, поехать, это удобно в силу того, что сейчас многие визовые центры, они закрыты, и получить, к сожалению, визу становится сложнее. При этом при паспорте вы можете, скажем так, покинуть в лучших моментах при ослаблении страну, и у вас открывается Китай. Многие спрашивают и интересуются, то есть что помимо этого. Если у вас есть паспорт одной из, любой из стран, вы можете оформить визу в США сроком на 10 лет. И это очень удобно, потому что многие, бывает, отказывают в визе, бывает необходимо, скажем так, получить ее в какой-то короткий срок. Карибский паспорт предоставляет это получение на 10 лет, и это очень удобно для тех, кто непосредственно заинтересован в США, в путешествиях, например, в США. И также есть уникальная возможность для людей, которые планируют открыть бизнес в США, либо же хотят попробовать свои силы, скажем так, провести, скажем так, какое-то большее время в Соединенных Штатах. Это предоставляется визой Е2 одной из стран, это страна Гренада, что тоже для многих инвесторов становится очень актуальным и интересным. То есть, если, например, у вас есть задача, скажем так, для вас переехать в США, либо же вести бизнес в США, то Гренада позволяет вам, получение гражданства Гренады позволяет вам переехать непосредственно в США при получении визы Е2 и вести там деятельность, точно так же взяв супругу, ребенка, и это становится одним из альтернативных вариантов. Если мы, например, сейчас будем сравнивать, дело в том, что виза Е2 недоступна для граждан Российской Федерации, к сожалению. Если мы будем сравнивать визу EB-5, если вы знаете, она сейчас, у нее были очень большие изменения, EB-5 доступна для граждан Российской Федерации, там минимальная стоимость инвестиций составляет 900 тысяч долларов, и при этом срок ожидания, он очень большой. И если сравнивать EB-5 с программой получения Гренады и потом еще получения Е2, то это и по срокам будет меньше, и, что самое немаловажное, по инвестициям точно так же будет меньше. Поэтому это очень интересное предложение, которое многие о нем спрашивают, и мы стараемся всегда о нем рассказать более подробно, потому что у нас есть надежные партнеры, которые помогают, как и в Е2 визе, и могут проконсультировать более подробно, мы тоже этим занимаемся. Поэтому, если будут вопросы, всегда рад помочь и более подробно об этом рассказать. Почему еще? То есть для многих инвесторов становится вопрос, например, открытия счетов в зарубежных банках в целом, налоговое планирование, потому что, например, инвестор находится фактически, например, в России, но ведет бизнес еще где-то, и получается то, что он хочет оптимизировать налоговую нагрузку. Либо же он, например, у него есть там центр жизненных интересов, у него есть задача не только оптимизировать налоговую нагрузку, плюс еще, например, образование ребенка, то карибский паспорт позволяет это расширить, во-первых, и оптимизировать налоги. Мы, конечно, не говорим о том, что налоги платить не нужно будет, мы говорим о том, что есть возможность оптимизации ряда налогов, и в этом нам тоже помогают наши налоговые консультанты, которые подробно рассказывают о том, как лучше переехать, и как лучше стратегически расположить сферы влияния бизнеса, и помимо этого еще стратегически выстроить вот эту, скажем так, карту, по тому, как лучше распределить бизнес и оптимизировать налоговую нагрузку. Что еще? Это тоже очень важно, и многие об этом спрашивают. Карибский паспорт, получение гражданства одного из карибских государств, предоставляет возможность передачи гражданства по наследству. И это тоже очень важный момент, на котором я бы хотел акцентировать. То есть, получая гражданство вы, с вашей прекрасной семьей, с родителями, например. В некоторых странах, возможно, кстати, братьев и сестер точно так же. И в свете последних изменений братьев и сестер разного возраста. То есть, например, можно включить там, которые маленькие, которые уже в возрасте братья и сестры. И таким образом получается то, что это возможность получить как можно больше членов семьи, чтобы получили паспорт. И это еще и передается по наследству. То есть, тоже немаловажный фактор при получении паспорта, знать об этом возможности. Образование для детей. Дело в том, что есть прекрасный университет, как и на Гренаде, медицинский университет, так и в целом для стран Содружества Кореком есть возможность получения образования для детей на более льготных условиях. То есть, если у кого-то есть задача, скажем так, определить ребенка какой-то университет, который в Содружестве Кореком, то будут льготные условия при поступлении. Также на Гренаде один из ведущих медицинских университетов. Это тоже стоит отметить. Я отдельно отметил, потому что очень многие инвесторы интересуются, благоприятные условия для родителей. Да, действительно. То есть, если кто-то планирует полноценно переехать на этот остров, либо же, чтобы родители там жили, то, скажем так, морской климат, достаточно всегда теплая погода. Единственное, да, есть риск ураганов, но при всем при этом есть страны, которые не входят в зоны ураганов, что тоже очень важно, я считаю, отметить. Здесь момент в том, что климат позволяет родителям, скажем так, переехать из нашей замечательной страны в другую и пожить там, например. Сейчас, в данный момент, и в целом еще один из аспектов, который я хочу осветить сегодня, то, что весь процесс онлайн. То есть, фактически, инвестору никуда не нужно переезжать, никуда не нужно лететь, ехать. Можно все оформить онлайн, находясь дома, при сборе определенных документов. Мы со всем этим помогаем, помогаем заполнять все формы, помогаем собирать все документы инвестору. Таким образом, получается, весь процесс онлайн. И в разных странах он, конечно, по разным срокам, но, тем не менее, это один большой плюс. Многие инвесторы в перспективе спрашивают, вот, хорошо, Михаил, есть, например, у меня задача. Вот я бы хотел инвестировать, но при этом, чтобы инвестиция, в дальнейшем я мог ее сохранить. И такое предоставляют карибские программы. Я сейчас чуть-чуть поподробнее буду об этом рассказывать, но я это выявил как плюс, то есть возможность инвестора сохранить инвестицию. И через определенное количество времени, в зависимости от инвестиций, или же в зависимости от программы государства, через определенное количество лет, вы можете эту инвестицию вернуть. Это один из немаловажных факторов. Ну что ж, я думаю, перейдем дальше. Если у вас какие-то есть вопросы, вы обязательно пишите, я в конце постараюсь более подробно на них ответить. Какие были изменения? Здесь очень интересно, важный такой аспект. Максим, спасибо, чуть попозже отвечу. Очень важный аспект. Что изменилось? Дело в том, что когда началась пандемия, многие карибские программы, они, можно сказать, как и многие бизнесы в целом, не пострадали. Это новое время, и здесь нужно было принимать стратегические решения. И были приняты решения такие, что действительно в Сент-Китс и Невис, это официально, снизилась сумма дотации со 195 тысяч долларов на четверых человек. Это очень важный аспект. То, что вы можете включить четырех членов своей семьи, например, вы супруга, ваши дети, или же вы, например, ребенок, один из родителей. Ну или в зависимости от того, какой у вас состав семьи, то сумма дотации будет составлять всего 150 тысяч долларов. И это изменение, оно вызвано пандемией, и оно действует до только 31 декабря 2020 года. И это очень важное изменение, которое, в принципе, сейчас очень программу Сент-Китс и Невис подтолкнуло к тому, что, точнее, многих инвесторов, наверное, подтолкнуло немножко не то слово, сподвигло получать паспорт именно этой страны. Потому что это и старейшая программа, и сумма дотации снизилась, и стала более привлекательна для больших семей. В Сент-Люсии это одна из самых интересных... Ну, одна... Все страны, они особенные. Они особенные по климату, они особенные по архитектуре, так как это бывшие колонии Великобритании, Франции. Они особенные по природе. Но в Сент-Люсии есть еще интересный момент, там есть очень интересная опция, это государственные банды. То есть что это такое? Вы покупаете, скажем так, на определенную сумму. Раньше она составляла 500 тысяч долларов на одного инвестора, и 5 лет это находится непосредственно в владении государством. Вот. А сейчас же сумма снизилась до 250 тысяч долларов, что стало тоже для кого-то более привлекательным. И сейчас я знаю то, что есть... Интересно, я общался с некоторыми людьми, которые рассматривают именно эту опцию, потому что им она более, скажем так, привлекательная кажется. Вот. Следующий аспект хочется отметить. Небольшие изменения в дотации Доминики, но более интересные изменения, они, насколько я помню, в августе, я точно не буду говорить, я помню то, что были очень важные изменения, дату не помню, но я помню, что изменилось. Почему я, помните, говорил о братьях и сестрах? Значит, первое, то, что изменилась сумма дотации с 200 тысяч долларов до 175 на 4 человек, что тоже приятная экономия в размере 25 тысяч долларов для инвестора. Но также изменилось и понятие иждивенца. То есть, сейчас есть возможность включать братьев и сестер, которые, если, например, в Гренаде с определенного возраста, то сейчас в Доминики можно включить братьев и сестер поменьше возраста, что тоже становится очень привлекательным. Например, у кого есть большие семьи, и они понимают, что, например, я, например, инвестор, супруга, двое детей, двое родителей, а еще у инвестора есть братья, есть старший, младший. Таким образом, практически весь состав семьи может получить паспорт. И это становится здорово, потому что тогда вся семья в дальнейшем может там планировать, ну, там, скажем, налоговое планирование, да, куда учиться ехать, где путешествовать, да, где отдыхать. Ну, это расширяет, скажем так, количество членов семьи во получении гражданства. Это важно, и я тоже вот хотел бы на этом заострить внимание. Коллеги, следуем дальше. Так, инвестиции. Значит, во всех, практически, я вот, в общем, расскажу. Существует четыре вида инвестиций в карибских программах. Значит, смотрите, недвижимость, я бы так сказал, то есть, есть возможность купить объект, в которой вы будете владеть полное владение на определенное количество лет, и там определенная сумма, да, владение в разных странах по-разному, и есть точно так же купить возможность долю в отеле. Я об этом расскажу чуть-чуть поподробнее буквально на следующем слайде. То есть, значит, получается, недвижимость, это покупка полное владение, либо же доли в отеле. В зависимости от страны, стоимость долей, она одинаковая, она идет в 220 тысяч долларов, а вот недвижимость, от которой нужно купить, здесь разная сумма. Дотация. Многие инвесторы, ну, в целом, люди спрашивают, вот скажите, Михаил, что это такое дотация? То есть, по сути, вы дарите, ну, не дарите, можно сказать, инвестируете в государственные фонды, в каждой стране они называются по-разному, а отвечают за разные. В целом, это за развитие, либо же, например, на Сен-Китсе, это по борьбе с последствиями урагана, развития экономического. Вы инвестируете, скажем так, в экономику, можно смело сказать, вот, но это является невозвратной инвестицией, то есть, вы должны понимать, что вы инвестируете определенную сумму, она уходит, и она не является, обратно уже, к сожалению, по данной опции не получите. А вот по опции недвижимость и доля в отеле, спустя определенное количество времени, в зависимости от страны, вы можете вернуть свою инвестицию в долю отелей, что очень тоже интересно, я поподробнее чуть-чуть на следующем слайде расскажу. Есть также опции, о которых я говорил, в единственной стране, в которой есть, это Сент-Люсия, в ней есть покупка государственных бандов, то есть, тоже очень интересно. И тогда подытожим, существует четыре опции. В недвижимости есть полное владение, доля в отеле, дотация и банды. Это касательно опции, какие есть опции на Карибах. Так, переходим дальше. Я говорил о отелях, точнее, о доле в отеле. Что это такое? Сейчас есть аккредитованные, то есть, правительство аккредитовало это застройщик и уже есть завершенные отели в трех странах. Это Парк Хаят на Сенкиц, это Кимпицкий на Доминике и Сексенсис на Гренаде он строится. Смотрите, здесь есть какая ситуация? Первое. Отель на Сенкиц уже достроен и приносит своим инвесторам доход. Доход варьируется от 1 до 3%. В среднем заполняемость этих отелей, вы можете посмотреть даже на букинге, огромное количество людей туда летит отдохнуть на зимние каникулы. И это достаточно хорошая инвестиция в плане с семьей вылететь и стоимость номеров позволяет, скажем так, инвесторам в конце финансового года получать определенный доход. Кимпинский еще не прошел год, но мы тоже ожидаем определенного процента получения дохода, то есть мы где-то видим 1, может быть 2. На Гренаде отель строится. В чем плюс? Вы покупаете долю в отеле, возьмем, к примеру, Гренаду, вы покупаете долю в отеле. Доход вы сейчас не получите с нее, потому что фактически он еще не введен в эксплуатацию, нет еще туристов. Но и расходов у вас не будет, то есть если брать сравнение с объектом недвижимости, у вас не будет расходов, если вы сдаете коммерческий объект в аренду или же там ухаживаете за объектами недвижимости, поэтому таким образом у вас будет экономия. В разных странах по-разному вы спустя какое-то время можете продать эту долю и уже есть положительные кейсы, когда люди получали гражданство, проходило 5 лет и они уже перепродавали свои доли будущим инвесторам, которые получали в дальнейшем гражданство. Я думаю по поводу отелей у нас еще есть более, скажем так, большие презентации. Я просто хотел сделать на этом акцент, потому что это очень интересная опция в карибских программах, которая позволяет вернуть инвестиции. То есть таким образом инвестор экономит сумму, которую вкладывает и спустя какое-то время, плюс еще есть возможность получать доход, на чем тоже я бы хотел заострить ваше внимание. Идем дальше. У меня будет дальше такое, знаете, сравнение всех пяти программ. Я постарался подготовить такую сводную таблицу, потому что очень многие спрашивают, то есть с какого возраста, например, может ребенок, с какого возраста необходимо будет платить государственные сборы, с какого возраста можно подаваться в программу, кто может подаваться в программу, какие есть плюсы, минусы, сколько действует срок паспорта, то есть, например, для кого-то действительно важный момент, потому что в каждой программе паспорт действует свой срок, то есть в среднем это 5-10 лет, но сейчас я об этом подробно расскажу. Первое, на чем я хотел бы заострить внимание, то что в принципе программы, Сен-Китс, как родители с 1984 года, потом уже в стадии вне зависимости от Великобритании подсоединялись новые программы. Что важно и хочется на чем отметить в этом слайде момент. Срок действия паспорта. Как вы видите, это третья строчка, здесь у нас в Доминике и Сен-Китсе они действуют по 10 лет, что тоже очень удобно, то есть по истечению срока, когда они заканчивают, вы спустя 10 лет меняете паспорт. Мы точно так же помогаем менять паспорта в случае этой необходимости. И во всех других странах действуют на 5 лет. Если говорить о каких-то важных, наверное, особенностях и безвизовых странах, я на этом тоже сделал акцент. Значит, смотрите, в среднем каждая из карибских стран она прекрасна по-своему, прекрасна своей архитектурой, природой. Помимо этого, она еще и дает возможность безвизового перемещения. Я здесь пишу порядка от 120, потому что каждый год добавляются какие-то новые интересные страны, но в целом, если брать такие, возможно, для кого-то это будет важным, и я на первом слайде об этом говорил, это то, что возможность в Гренаде есть безвизовый Китай. Здесь я это не написал, я лучше проговорю это, то, что есть безвизовый Китай, а во всех остальных странах, к сожалению, пока безвизового Китая нет. Здесь можно тезисно отметить, я чуть-чуть попозже об этом скажу, но тем не менее, я считаю это важным, то есть срок рассмотрения заявки, от чего он в принципе зависит, ну, понятное дело, то, что в самом начале это от сбора документов, как только мы быстро оперативно соберем весь непосредственный пакет документов, подготовим его, об этом тоже будет чуть-чуть поподробнее дальше, но тем не менее, чтобы вы понимали, мы даем от трех до пяти месяцев, потому что там начинается проверка банка, проверка иммиграционного отдела, и чем лучше мы подготовим сам кейс, да, чтобы не возникло здесь вопросов, когда будет банк клиренс, не возникло вопросов иммиграционного, тем быстрее, но стоит отметить важный нюанс в программе СНКИДС, в программе СНКИДС официально есть возможность, официально есть возможность получения гражданства в ускоренном процессе, да, это стоит сразу заметить, то, что это дополнительная инвестиция, но у кого есть срочная стратегическая задача, то есть, например, у человека есть вот в определенное количество времени, у нас просто были такие примеры, когда, Михаил, надо вот так быстро, что вы можете порекомендовать, это СНКИДС, это за 60 дней, есть положительные кейсы, когда за 45 дней, вот, и нужно понимать, что здесь, конечно, идет доплата, там, в зависимости от состава семьи, если кому-то будет необходим более подробный расчет, мы обязательно, я обязательно подготовлю, направлю с вариантом за 60 дней, и вы получаете паспорт, да, такое есть, и это только в СНКИДС, на данный момент времени, потому что, что интересно, каждая из этих стран, она подстраивается под тенденции, наверное, и изменения в мире, и изменения у своих, скажем так, соседних стран, да, вот, например, добавляются какие-то новые опции, становятся более привлекательные предложения, и это здорово, потому что все меняется, и мы можем отслеживать это, и всегда делимся с вами, наши уважаемые слушатели. Дальше я поподробнее расскажу об инвестициях в недвижимость. Значит, здесь приведены суммы и период обязательного удержания. Как я уже и говорил, значит, в трех странах есть завершенные объекты, вот, точнее, есть объекты, которые вы можете купить, и непосредственно после определенного срока их продать, да, это как и объекты, связанные полное владение, так и доли в отелях. В среднем, я написал здесь не только, сколько стоит минимальная доля, да, инвестиций или сроки владения, но и постарался расписать правительственные сборы, потому что правительственные сборы очень важный аспект, когда вы выбираете опцию недвижимость, еще есть и правительственные сборы, и все это зависит в зависимости, и все это зависит от количества членов вашей семьи. То есть, если, например, там один инвестор, да, я вот привел пример, если инвестор с супругой, если инвестор с супругой и с детьми, постарался расписать, при всем при этом мы всегда рады, я всегда рад готовить для вас актуальный расчет вот на это время, чтобы вы понимали, сколько нужно будет в дальнейшем заплатить. Сразу хочу сказать, то, что все инвестиции, практически все инвестиции, они идут в конце, после одобрения, после прохождения вами всех этапов, и риск того, что, ну, скажем так, бывает такой вопрос, вот, например, Михаил, вот если я, например, выбираю там долю в отеле, как это происходит? Значит, мы с вами подписываем договор о юридическом сопровождении, вы вносите 10% от стоимости доли в отеле, и, ну, идет вопрос, а если мне откажут, вот эти 10%, которые я внес в долю в отеле, мне уже не вернут? Вернут. Единственное, что вы потеряете, к сожалению, это стоимость на государственных платежах, то есть на проверку на благонадежность, это за инвестора составляет 70, сейчас я дальше пойду об этом, вот, и здесь, да, к сожалению, это не возвращается, но мы это предотвращаем путем того, что делаем, то, что дальше расскажу, детальную проверку инвестора, и, таким образом, риски минимальны, потому что, если с нами честны, нам рассказали, вот, как вся структура дохода, мы узнали о всех каких-то, если есть какие-то там подводные камни, лучше их сразу вначале знать, расписать полностью план действий, как это лучше представить, и, таким образом, риск минимален, но все же стоит всегда быть наготове, потому что бывает то, что иммиграционный отдел взаимодействует с нами, и банковский отдел тоже бывает, то есть объясните, расскажите, предоставьте документы, и здесь нужно быть постоянно всегда на связи, для такого, чтобы кейс двигался дальше по каждому из этапов, и в конце, вы как довольный инвестор, ваша прекрасная семья получили паспорта. Немножечко я отвлекся. Следующая опция – дотация. Бывают часто вопросы, вот Михаил, приведу такие примеры. Например, один инвестор. Вот, куда лучше идти одному инвестору? В данной таблице, на самом деле, я привел суммы дотаций, и, конечно, чаще всего идут на Доминику, и мы рекомендуем ее, то есть и Доминик, и Сент-Люсия. Поэтому, здесь я бы сказал так, то, что лучше всего, если вы, например, хотите получить гражданство, и выбираете между странами, мы о каждой из этих стран расскажем, но если у вас, например, есть возможность, скажем так, минимальная инвестиция на одного инвестора, и какая программа будет лучше всего, это Доминика, это субъективное мнение, при всем при этом мы можем рассказать обо всех программах, но если идет речь об именно инвестиции, чем меньше, тем лучше. Вот. Дальше уже в зависимости от состава семьи. Да, программа Сент-Кит стала привлекательной, программа Сент-Кит стала привлекательной за счет того, что, спасибо за вопрос, я сейчас отвечу очень поподробнее, программа инвестиций стала более привлекательной на Сент-Кит, когда снизила сумма дотации до 150 тысяч долларов, то, что за четыре инвестора, за четырех членов семьи. И для семьи полного, скажем так, семья, которая большая, тоже интересные варианты. Здесь, конечно, нужно считать в зависимости от возраста детей, да, от состава семьи. Но я бы сказал так, это, скорее всего, Сент-Кит, ну, по опыту. Можно рассмотреть также Доминику и в зависимости уже от выбора. То есть, каждая страна, она уникальна по-своему. И здесь очень важно понимать, что вам, конечно, хочется в конечном итоге, да, и какая стоит задача. Об этом я, ладно, чуть-чуть попозже тоже расскажу, а то слишком много. Вот сейчас мы подбираемся к одному из очень интересных этапов, очень интересных этапов. То есть, мы, я сейчас постараюсь это тезисно рассказать, потому что все-таки это очень много бы затратило времени, но, тем не менее, я попытаюсь рассказать этапы, сроки и документы. Документы мы в меньшей степени озвучим, потому что у каждой программы это в среднем можно назвать там формы, справка о несудимости, дальше уже идет копия паспортов и так далее, копия паспортов, загранпаспортов. Проще направить список, то есть, кому будет интересно, я обязательно подготовлю, потому что по каждой стране, в принципе, список документов похожий, но я готов направить, чтобы у вас была прям пошаговая инструкция. Итак, начнем. Основные этапы. Мы выявили, я, точнее, работая с, часто с инвесторами, мы выявили девять основных этапов. Очень важный этап до проверки на благонадежность, до того, как вот вы там начали изучать страны. Это определение целей и задачей, потому что из этого этапа мы выясняем огромное количество задач, целей инвестора. Мы, в частности, Евгений, он очень глубоко погрузился в этот процесс с гражданством Мальты, вы можете, кстати, посмотреть, у нас на сайте есть очень интересная вещь, онлайн-сервисы, которые позволяют определить цели и задачи, определить риски. Мы это готовили по гражданству Мальты. При этом это очень хорошо подходит, когда у вас, например, есть задача определить, что же мне нужно. Поэтому мы проводим очень глубокую, можно сказать, диагностику с человеком, то есть общаемся, как он это видит, что он хочет в дальнейшем, какое он видит будущее, например, у своих детей, у своего бизнеса. Таким образом, выстраивая некую картину мира из целей и задач инвестора и его семьи, потому что бывает у инвестора одни задачи, у семьи другие задачи, пришли родители и рассказали третьи задачи. Все это нужно как-то объединить и подобрать правильно программу. Как только мы уже понимаем, что все подходит, хорошо, мы поняли цели и задачи, мы предложили варианты, рассказали об этих вариантах, дальше идет проверка на букву надежность. Здесь очень важный аспект любой программы получения вида на жительство, либо же гражданство. Это проверка. Как она происходит? Есть, я думаю, многие из вас, кто слышал, кто-либо видел в интернете, это проверка WorldCheck. Помимо этого, мы очень углубляемся в интернет, чтобы не было провокационных статей, скажем так, либо же громких арбитражных дел. Бывают громкие арбитражные дела с похожими компаниями, то есть там действительно и надо будет доказать, что это не наша компания, либо же это компания, которая уже давно закрыта. Бывали разные вопросы, и иногда, готовя кейс, очень важно проверить все, чтобы наша задача, чтобы вы получили в конце паспорт, потому что, если мы не справимся, то зачем тогда мы за это брались. Мы проверяем все, и поэтому иногда очень некоторые инвесторы очень, знаете, неохотно, точнее, много мы вопросов задаем, потому что мы находим что-то, мы сразу спрашиваем, а что это, а как это. Всегда очень важно, чтобы у вас, скажем так, была такая, знаете, стратегически выстроена такой некий вот комплайнс-досье, да, то есть, вот вы там, например, открыли свой бизнес, либо же работали в найме, либо же, не знаю, получили какое-то наследство, либо же там сделка купли-продажи. И вот мы отслеживаем от начала и до конца какая-то денежная сумма, да, каким образом выстраивалась там, да, ваша дальнейшая там империя, ну, империя в плане там компаний, мало ли у кого-то бывают прям целые огромные, скажем, можно сказать, империи компаний, которые мы собираем по каждой из них некое досье, да, то есть, это выписки, это, то есть, все счета, если какие-то были громкие арбитражные процессы, мы это сразу аргументируем, таким образом мы минимизируем риск того, что в конечном итоге начнут задавать по ним вопросы, мы сразу это описываем, поэтому лучше представить все как есть и в лучшем свете. Конечно, если есть какие-то страшные вещи, такие как судимость, либо же какое-то там действительно очень громкое дело, которое описывалось в интернете, здесь все гораздо сложнее, и с судимостью мы не сможем ничем помочь, вот, здесь важно, опять же, предварительный этап проверки. Дальше, помните, если я говорил о доле покупки, о покупке недвижимости, именно доли в отеле, вот здесь мы на третьем этапе подписываем договор, непосредственно идут уже первые взносы по проверке на благонадежность на острова и 10% от стоимости доли в отеле. Важный аспект того, что если самый крайний вариант откажут, то стоимость именно 10% она вам возвращается. Проверка на благонадежность, к сожалению, это сумме уже не вернуться, но благодаря тому, что мы изначально детально все проверяем, спрашиваем, взаимодействуем, таким образом мы сужаем риск процента, риск того, что будут какие-то проблемы в дальнейшем. Следующий этап это проверка банк-клиренс, то есть кейс попадает в банк, идут все вот эти платежи, там идет определенная проверка, мы иногда взаимодействуем с банком, если он задает вопросы, ну как в силу того, что что-то иногда бывает, нужно расписать и представить в более лучшем, ну точнее не в более лучшем, а более то, как было на самом деле, да, потому что, скажем так, люди, которые там видят вот этот громкий процесс, что это такое, лучше вот, если мы все подготовили и предоставили. Дальше идет взаимодействие тоже с иммиграционным комитетом, и когда я буду чуть дальше говорить о сроках, очень важный аспект того, что сроки могут варьироваться от того, насколько много заявок тут поступает, то есть иногда бывают, знаете, какие-то вот акции, можно сказать, наверное, акции, как-то так, когда правительство проводит, туда прям огромное количество идет заявок, интересный каких-то, то есть большой поток, и они работать могут дольше, но если мы быстро все составим и постоянно с ними взаимодействуем, напоминаем, скажем так, о себе, то мы этот процесс контролируем, и инвестор всегда может узнать, а скажите, а на каком этапе мы сейчас, что сейчас происходит, нужна ли какая-то от меня информация, но чаще всего мы всегда, то есть мы прошли первый этап, мы прошли второй этап, вот здесь возникли вопросы, не могли бы вы описать, но вот эти вопросы мы стараемся готовить на начальном этапе, чтобы в конце не было, скажем так, не тратили время на то, чтобы расписывать, что, как, потому что, ну, по сути, самое ценное, что у нас есть вообще в мире и в жизни, это время, мы стараемся его максимально экономить уже в начальных этапах, чтобы человек мог получить паспорт и уже отправляться по своим задачам, целям, да, после, значит, после того, как мы прошли иммиграционный комитет, наступает седьмой этап, это получение положительного решения, вот тогда взносятся все основные инвестиции, то есть мы прошли полностью проверку, нас одобрили, мы вносим внесение суммы инвестиции, да, в зависимости от опции, и дальше получается у нас получение паспорта, вот, паспорт, как доставляется почтой, ну, в зависимости от программы и в зависимости от того, как мы действовали, да, есть возможность получить в случае в посольстве, в посольстве, если мы, например, выбрали страну Гренаду, то у нас есть возможность получить паспорт в Гренаде, паспорт в посольстве в Москве. По этапам, я, опять же, очень тезисно постарался, потому что каждый из этапов он важен и можно более подробно, более досконально разбирать все ситуации. Но при всем при этом я тезисный план приготовил, а в дальнейшем, если будут какие-то вопросы, готов ответить. Мои контакты, я думаю, мои коллеги указали. Вот, будем двигаться дальше. Сроки рассмотрения. Я уже об этом говорил, но еще раз повторюсь. Смотрите, срок рассмотрения заявки, именно заявки, то есть очень важно понимать, бывают ситуации, когда инвестор может быстро собрать документы. То есть вот он пришел, говорит, Михаил, я все понял, мне нужно там, например, 2-3 недели. Ну, это ладно, это слишком, ну, скажем так, месяц. Он быстро все собирает, все готовит, мы подаем, мы контролируем. Понятный источник средств, как это было заработано, как это отразить. Сумма, выбрали опцию, оплатили 10% опции, например, от доли в отеле. Дальше действуем поэтапно, все описываем, получается. Есть сроки, когда это нужно сделать быстрее, это как на Сент-Китс, но в среднем мы берем 3-5 месяцев, это может получиться быстрее, это может действительно получиться быстрее, может получиться и дольше. Но мы говорим именно срок рассмотрения, когда мы уже передали готовый файл в банк. Ну, когда началась проверка банка, вот тогда. Вот этот период, когда нужно собрать документы, здесь все зависит от того, как инвестор может быстро собрать документы. Мы иногда помогаем, то есть действительно, если у кого-то, вот, говорит, нужно вот быстро вот пройти апостелирование, перевести, вы можете с этим помочь? Да, мы помогаем, то есть мы быстро тоже собираем все вот это, весь непосредственно пакет документов, взаимодействуем с помощниками. Бывает у инвестора, знаете, как есть помощник, который там ведет, юрист, бухгалтер, супруга. Вот, и мы помогаем, то есть взаимодействуем с ней, чтобы собрать эти документы. Таким образом экономим время человека, либо же там, в зависимости от того, кто будет получать гражданство, на сбор этих документов и берем часть задач на себя. Вот, и это касательно сроков. И здесь, наверное, повторюсь еще раз, да, чтобы не забыть, есть ускоренная программа только по Syncids, то есть по Syncids на данный момент, на данный момент времени. Идем дальше. Значит, хотелось бы у вас, наверное, такой вот важным, важным аспектом, да, назвать, скажем так, то, что у нас, именно в нашей компании до конца сентября, да, остается, конечно, немного, но тем не менее, мы давно уже эту акцию ведем. Вот, и сейчас тоже хочу о ней немножечко подробнее рассказать. Дело в том, что по каждой из программ есть определенная стоимость услуг в зависимости от членов семьи, в зависимости от кейса, в зависимости от того, как, где мы подключаемся, помогаем ли мы в сборе документов, да, какая была, скажем так, что нужно собрать, насколько это сложно. Вот. Здесь есть определенная стоимость по возможности покупки доли в отеле. У нас есть акция, мы за юридическое сопровождение, у нас бесплатно, да, что для многих станет очень привлекательным. Таким образом, стоимость идет и экономия, и на юридическом сопровождении. Поэтому здесь, да, действительно, это по трем островам, о, прошу прощения, по трем странам. Это у нас получается, как я уже говорил, парк Хаят на Сен-Китсе, Кемпинский на Доминике и Сексенсис на Гренаде. Таким образом, мы экономим стоимость на юридических услугах, вот, и получается, в таком возможности инвестор экономит еще и на, скажем так, стоимость этих услуг. Я постарался, уважаемые дамы и господа, постарался уложиться в определенный тайминг, постарался рассказать самое основное, потому что часто бывают еще какие-то дополнительные вопросы. Вот, сейчас я перейду к слайду, где непосредственно моя фотография, вот, то, что я, да, сейчас буду отвечать на ваши вопросы, вот, надеюсь, Евгений тоже к нам присоединится сейчас и непосредственно, если у кого-то есть более детальные вопросы, то есть нужно подготовить расчет или же, скажем так, есть какие-то более сложные вопросы, то я в полной мере готов подготовить как и личную консультацию, да, мы можем с вами связаться, если, например, есть там возможности, ну, нет возможности передвижения, да, скажем так, времени. Можем по WhatsApp созвониться или же по Skype, и я все подробно расскажу. Вот, и также приглашаем вас в офис к нам. Мы находимся на территориальной станции метро Третьяковская-Новокузнецкая, это Кадашевская-26, там точно так же проведем нашу консультацию. Да, Евгений, здесь. Михаил, спасибо тебе большое за такой подробный, но при этом рассказ в рамках нашего тайминга. Я предлагаю перейти к вопросу наших зрителей. Я тогда давай выступлю в роли модератора, вот, и тебе этот вопрос буду задавать, я думаю, что так будет удобнее, да, ну, возможно, что-то, может быть, еще от себя добавлю. По-моему, на некоторые вопросы ты уже ответил, вот, ну, может быть, имеет смысл там еще раз там все-таки там сакцентировать внимание, да. Значит, давай по поводу братьев и сестер. Вот, братья и сестры, хотел бы и на сестру, вопрос Максима, Максим, спасибо за вопрос, хотел бы на сестру получить паспорт, да, это вы, да, могу ответить. Да, это возможно, ага. Да, Максим, спасибо за вопрос, Максим. Первое, да, это возможно. Вы можете получить паспорт в программах Доминики и Гренады, но здесь очень важно понимать, сколько, наверное, неприлично спрашивать, сколько лет сестры, ну, скажем так, да, то есть нужно узнать, уточнить возраст сестры, и вы можете получить на нее паспорт. Это будет в зависимости от программы гражданства определенная стоимость по дотации, типа проверки на благонадежность сестры. Точно так же в каждой программе есть определенный взнос в связи с тем, что вы добавляете члена семьи в зависимости от того общего количества членов семьи. Поэтому, да, да, это возможно, Максим. Хорошо. Так, у меня, Елена, да, у меня был отказ в визе в США, это может быть причина для отказа, ну, вот, там имеется в виду, наверное, естественно, отказа в получении гражданства. Елена, это, спасибо еще раз, спасибо за вопрос, Елена. Это вопрос, с которым мы в него очень глубоко погружались, потому что действительно были. Нужно понять, из-за чего был отказ в визе США, потому что по нашей практике люди, у которых были отказы в визе США, они получали гражданство карибских стран, и даже у кого-то, я помню, был такой случай, нам рассказывали, что был пожизненный запрет в визе США, и он получил гражданство карибских стран. В любом случае, лучше, конечно, уточнить, из-за чего был отказ, и дальше от этого действовать. Но предварительно это не так страшно. То есть, да, если у вас был отказ, то вы можете в дальнейшем получать гражданство карибских стран. Другое дело то, что здесь есть, если у вас, например, есть отказ в визе какой-то страны Шенгенского соглашения, вот здесь нужно обязательно сначала получить... Евгений, правильно? Ну, давай, я добавлю тогда, да, я... Ты завершай, да? Если был отказ в какой-то из безвизовых стран, вот здесь обязательно нужно получить положительное решение по этой визе, и только потом претендовать на получение гражданства. Это очень важный аспект, на котором я тоже хотел бы сегодня застрить внимание. Ну, я тогда буквально еще пару слов добавлю. Во-первых, хорошо, что вы спрашиваете, да, хорошо, что вы заранее этот вопрос задаете. И в целом мы всегда нашим клиентам рекомендуем, что если у вас есть какие-то сомнения, ну, там, скелет в шкафу... Ну, это где-то скелеты в шкафу, где-то это просто какая-то жизненная ситуация, да, которая возникла, вы можете не знать причины отказа в визе в США. Чаще всего так и происходит, да. То, конечно, мы рекомендуем просто заранее все это проговорить, да, с нами. Вот, то есть не утаивать эту информацию, да. И мы тогда здесь уже вам подскажем, а как лучше действовать в этой ситуации, да. Насколько вероятность отказа, да, она высокая, либо, да, небольшая. Что все-таки можно сделать в этой ситуации? Поэтому, ну, по поводу отказа в визе, я еще хочу такую деталь добавить, что в любом случае США является визовой страной для стран Карибского бассейна. Поэтому получение гражданства СНКИДС, оно или там Гренады, или Сент-Лючи, оно не означает, что вы потом без визы сможете в США въезжать. Вот. Поэтому, да, это в целом негативная информация, но с другой стороны, вы в любом случае автоматически в США въезжать не можете, поэтому с отказом можно получить паспорт СНКИДС. Но каждая ситуация, она индивидуальна. Поэтому все-таки нужно в каждую ситуацию, чтобы, как говорится, кейс-бай-кейс рассматривать. Вот. Ну, давайте продолжим. По поводу перелетов, да, нужно ли летать на Карибы, да, как можно попасть на Карибские острова? По поводу перелетов. Значит, спасибо еще раз за вопрос. Важный аспект. В данный момент есть одна страна, которую нужно будет посетить в течение 5 дней на 5 лет. И 5 дней на 5 лет. Это Антигуа и Барбуда. Но, смотрите, здесь есть тоже новости, например, для тех, кто... Ну, хотя я думаю, что в любом случае эти ограничения, они будут действовать дальше, но я скажу так, нужно будет посетить, да, эту страну. Как попасть на Карибы? Прямых рейсов, к сожалению, на данный момент из России туда нет. То есть, ну, это нужно понимать. Поэтому люди летят чаще всего через Великобританию и через США. У США с Энкидсом прямые рейсы в, по-моему, если я точно не ошибаюсь, в Доминике есть большой международный аэропорт. И вот таким образом люди попадают туда. Ну, наверное, знаешь, еще вопрос, Алекс, я думаю, это Алексей, наверное, да, вопрос еще, наверное, касается, нужно ли потом лететь для получения нового паспорта, вот, кроме вот этих обязательных поездок. Вот. Но я тогда, там, с того позволения, добавлю, что нет, не нужно. То есть потом получение новых паспортов, оно так же, как и первичное получение, происходит удаленно. Вот. Либо в посольстве Гренады в Москве, вот, можно будет получить, если мы говорим про паспорт Гренады, да, либо это происходит удаленно, отправка паспортом с карибских стран, где Челем, она возможна, да, вот отсюда туда паспорт сложно отправить, да, а получить его возможно. Поэтому потом летать будет не нужно. То есть обновление паспорта – это такая, в общем, рабочая техническая процедура, там, через пять, либо через десять лет, как вот ты сказал, а для нее летать не нужно. Но при этом карибы – это такое райское местечко, поэтому, конечно, если будет желание съездить на Антигуа, там, сотни прекрасных пляжей, то, вот, правда, конечно, поездки эти не дешевые, да, если рассматривать стоимость для всей семьи. Вот. Ну что, идем тогда дальше. Да, какой срок, ну, да, вроде ты уже назвал, ну, давай, может быть, еще раз тогда, может быть, вдруг, если вот Алексей не присутствовал в этот момент, да, или отключался, да, то ему, да, какие сроки? Сроки чего? Получение паспорта. Сроки получения паспорта. Смотрите, я уже более подробно об этом рассказывал. Я назову от трех до пяти месяцев. Есть ускоренная программа на SendKids, но она стоит дополнительно, это 60 дней. И всем при этом нужно понимать, что в зависимости от того, как быстро мы сможем собрать документы. То есть, если мы, например, собираем документы, к примеру, за месяц, то понимаем то, что через, ну, скажем так, 3-5 месяцев мы получим. Может быть, быстрее. Это зависит от разных факторов. Первое, это зависит от того, насколько загружены иммиграционные отделы. И насколько, скажем так, мы подготовим в самом начале файл, который дальше будут смотреть как в банке, так и в иммиграционном отделе. Чем меньше вопросов будет у них, тем быстрее. И таким образом мы сэкономим самое драгоценное, что у нас есть, как говорил, время. Надеюсь, я более подробно... Можно еще там к слайдам вернуться, там написать. Мы, уважаемые зрители, да, мы вышли вам презентацию, поэтому вот эта вот прекрасная таблица сравнения, она у вас будет, да. И после того, как у нас будет видео, мы обязательно вам тогда и презентацию тоже отправим. Светлана спрашивает, если не будет прибыли у проекта, доля в отеле, нужно ли будет доплачивать за содержание отеля, утратят ли... И второй вопрос, утратят ли карибские паспорта популярность по окончании пандемии? Ваше мнение. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Значит, первое, доплачивать не нужно будет, если у отеля не будет прибыли. Ну, то есть, я правильно понял? То есть, если вы купили долю в отеле, она у вас находится, вы получили гражданство, и оно в течение, например, там... Ну, вот возьмем, например, Гренаду, да, отель еще сейчас не функционирует, вы не получаете... За это доплачивать не нужно. Это первое. То есть, за содержание вы не платите в доле. Второй момент. Вы знаете, если смотреть прогнозы, то сейчас в целом тренд получения вида на жительство, либо же гражданство, он растет. Он растет в разных странах. И сейчас мы видим очень большой спрос по сравнению с предыдущими, может быть, Евгений более добавит, предыдущими периодами. Я думаю, мое субъективное мнение, что это будет расти, потому что паспорта, первое, позволяют расширить свободу перемещения, развитие бизнеса, путешествий. То есть, много плюсов. И очень много людей сейчас об этом задумываются. Даже кто раньше, например, даже не предполагал, что может такое случиться. Поэтому я думаю, что тренд, он будет дальше развиваться. Ну, я с тобой соглашусь, поэтому мне тут даже добавить нечего. Я думаю, что, учитывая, что следующий вопрос Светланы касается урагана, вполне возможно, что в первом вопросе Светлана имела в виду, если ураган, допустим, на Сенкица повредит отель, то нужно ли, и, соответственно, прибыли не будет, потому что какое-то время уйдет на ремонт, то нужно ли будет доплачивать инвестору за содержание отеля. Ну, вот Михаил ответил, что нет, не нужно. То есть прибыль получаете, да, убыток не делите, если он друг будет. Какая схема возмещения ущерба от урагана? Известно, что были ураганы, которые все разрушали. Схема возмещения ущерба? Вы имеете в виду в случае, наверное... Ну, вопрос Светланы, да, это не мой вопрос Михаилу, поэтому я его зачитываю. Поэтому, ну, смотри, я тогда, да, отвечу, что это никак не касается инвесторов, которые там инвестируют в доли в отеле, да, потому что, как мы уже сказали, прибыль получают, а убытки не не делят, да. И точно так же это никак не влияет на возвратность инвестиций, да. Вот тот срок, который есть, вот, если в будущем, там, не дай бог, там, будет мощнейший ураган на Гренаде, да, и там стройка, там, остановится, это никак не влияет на сроки возврата инвестиций. Вот. Также, Евгений, если позволите, я хотел бы добавить, что касательно вопросов по праву ураганы, вот, у вас был очень интересный вебинар с послом Гренады, то есть Гренада, насколько я помню, если вы меня правильно поправите, она идет ниже пояса ураганов, что минимизирует риски того, что там какие-то будут разрушения. Таким образом, если, например, Светлана, у вас вопрос именно с тем, что если там что-то произойдет с отелем, нужно ли будет платить, то можно тогда еще, ну, если это прямо для вас очень важно, то можно тогда выбрать просто Гренаду, которая идет ниже пояса урагана и обезопасить себя уже от этого. Ну, это мое субъективное мнение, но в любом случае. Да, 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 спасибо. Вот. Так, какую программу выбрать для семьи из четырех человек? Детям 4 и 8 лет. Смотрите, я уже тезисно об этом говорил, да, для семьи сейчас очень в связи с тем, что программа Сент-Китс Теневис до 31 декабря 2020 года снизила стоимость дотации, становится привлекательной для семьи из четырех человек. Также можно рассмотреть и другие программы. Здесь нужно понимать, знаете, самый первый аспект – это какую хотите вы дотацию, да, то есть что для вас важно. То есть если мы говорим исключительно о стоимости, то, конечно, мы тогда будем рассматривать дотации, и это можно как и Сент-Китс и Невис. Гренада уже идет дороже, она идет от 200 тысяч долларов. Вот. А если дальше мы переходим, то можно рассмотреть как и Доминику, так и Сент-Люсию. Ну, там будет некое варьирование стоимости, да, но примерно вот в диапазоне. Опять же, повторюсь, я могу для вас подготовить детальный расчет на всю семью в зависимости от детей, но так как детям 4-8, то здесь хорошо, немного нужно будет на проверку, но надежность ее практически не будет. Вот. Поэтому здесь будут проверять основного инвестора. Ребенок еще не успевает в 4 года совершить что-то, да, то, что он плохо себя ведет и плохо ест, в общем-то это не повлияет на получение гражданства. Вот. Хорошо. Так, вопрос Михаила. Продление паспортов платное. Если бы у меня в 2020 году нужно было бы продлить, сколько мне нужно было бы собрать денег для оплаты всех услуг? Вы знаете, это вопрос хороший. Я точно могу, в зависимости от страны, наверное, но процедуру... Может быть, в среднем там вилку тогда, да, ты обозначишь. Это нужно уточнить, потому что вот здесь я не могу прям точную сумму назвать, потому что если, например, через посольство, это не такие большие деньги, то есть это ниже там 2000 долларов, наверное, я так думаю. Это нужно лучше уточнить, потому что, мало ли, может быть, в наше время вот что-то сейчас изменилось, потому что у нас пока таких вопросов не возникало. Ну, я имею в виду время в связи с пандемией. Может быть, что-то усложило. Поэтому лучше я знакомлюсь, тогда точно отвечу. Ну, в любом случае, Михаил, да, если мы говорим про Сенкидс, то этот вопрос... Да, ну точно продление платное, да, то есть, да, платить нужно будет. Процедура несложная, там заполняется несколько форм, ну и, собственно, дальше вы получаете, проходит какое-то время, выпускает новые паспорта. Если мы говорим про Сенкидс, то это произойдет через 10 лет. Да, поэтому, ну, могут условия там ценовые немного измениться за эти 10 лет, но в целом это не какая-то астрономическая сумма, и самое главное, что не нужно будет, естественно, там, какие заново инвестиции делать. То есть, это техническая процедура, да, ну и, соответственно, мы этот процесс сопроводим. Да, Михаил через 10 лет этот процесс сопроводить, поэтому... Ну что ж, еще есть какие-то вопросы, уважаемые наши зрители? Вот, тогда еще раз бы хотелось напомнить про акцию, связанную с опцией получения гражданства стран Карибского бассейна через инвестиции в отель. В этом случае вы сможете сэкономить стоимость юридического сопровождения, которое составляет минимально это 20 тысяч долларов, да, от 20 до 35 в зависимости от страны, от состава семьи. Поэтому в среднем экономия составит около 30 тысяч долларов, да, это не маленькие деньги, да, поэтому в целом это предложение достаточно интересное, вот, и если у вас есть желание как-то двигаться в сторону получения стран гражданства Карибского бассейна, то мы тогда рекомендуем сделать первый шаг. Первый шаг – это консультация и расчет, да, чтобы у вас на руках были точные цифры, сколько будет стоить получение гражданства в различных опциях, в различных странах со всеми, со всеми расходами. И дальше уже после этого вы сможете принять решение, да. Михаил, слушай, еще был один вопрос, я его пропустил, про Вануату, да, и можно еще тоже у Алексея, и можно про Вануату, тоже интересно, да. Ты можешь... Ну, на самом деле, в Вануату все достаточно просто, там есть только одна опция, там есть опция дотация, ну, скажем так, это не возвратный платеж, недвижимости на Вануату, насколько я сейчас знаю, ее нет, то есть нельзя купить объект недвижимости. На Вануату проверка гораздо проще, то есть вы должны это понимать, то есть там не так много нужно будет собирать документов, при всем при этом мы все равно считаем необходимым, что нужно подготовить полностью источник доходов, посмотреть всю информацию. Что по Вануату? По Вануату есть определенная стоимость, да, то есть она варьируется от количества членов семьи, да, то есть там за... и проверка на благонадежность, которая составляет 5000 долларов в зависимости от членов семьи, она везде одна и та же. Если более конкретный вопрос, может быть, там... Ну, давай, может быть, в контексте вот вопроса Елены, там семья из четырех человек, ты можешь тогда по стоимости сориентировать? Я думаю, что, наверное... Я думаю, что... Да, это будет 165 тысяч долларов, насколько я вот сейчас посчитал, это получается инвестиция плюс проверка на благонадежность, и это полностью. Это уже идет непосредственно в Вануату. Понятно. Ну, я тогда тоже с своей стороны немного добавлю, что про Вануату. Можем ли мы помочь с получением гражданства Вануату? Да, можем. То есть мы можем этот процесс сопроводить. Насколько там проверка проще? А проверка действительно там проще. И это, с одной стороны, как хорошая новость, так и плохая новость. Почему хорошая новость? Потому что вероятность получить отказ, она минимальна. Ну, она есть, но она меньше, чем в странах Карибского бассейна. Плохая новость заключается в том, что если проверка на входе слабая, то когда-нибудь может возникнуть ситуация, что могут возникать проблемы у владельцев данных паспортов. Один скандал с владельцем паспорта Вануату, и может возникнуть похожая ситуация, как с отменой безвизового въезда в Канаду для паспортов Антигуа. Поэтому, да, в Вануату эта программа работает. Возможности у нее аналогичны, как и у безвизовой, как у стран Сенкидс. Ну, соответственно, здесь уже каждому принимать решение. На Карибах проверка сложнее. Да, отказы есть, но это и определенная репутация, тоже гражданство. Потому что направо-налево карибские паспорта не выдают. Как-то так. Я тоже свои 5 копеек вставил. Михаил, ты что-то еще хочешь добавить про Вануату, либо, может быть, как-то уже будем завершать? Последнее, наверное, хотел продолжить вашу мысль о том, что многие... Есть какое-то, знаете, такое мнение, что карибский паспорт очень легко получить. Вот я не знаю, Евгений, может быть, вы согласитесь, не согласитесь. Потому что кто-то... Ну, бывали случаи, когда мне говорили, ой, Карибы, это что-то такое, знаете, отдал деньги и все. Нет. Карибская программа, это как государственная программа, это тоже определенный сложный процесс. Конечно, одна из самых сложных программ по получению гражданства, это гражданство Мальты. При этом карибские паспорта, они тоже... Нужно быть готовы к детальной проверке. И все-таки, скажем так, если бы, например, у инвестора стоял вопрос между Вануату и Сен-Китсом, к примеру, я бы порекомендовал Сен-Китс. Почему? Потому что программа Сен-Китс, она известная. На российском, например, скажем так, в России одни из самых знаменитых, это Павел Дуров, который получал этот паспорт. И в целом, на таможне реже возникает вопрос с гражданством Сен-Китс. Ну, если вот так вот. А с Вануату может быть такой риск. Я не говорю, что эта программа какая-то, скажем так, не нужно, да, ее рассматривать. Но при этом мое вот субъективное мнение было бы такое. При всем бред, у каждого инвестора есть право выбора. И очень здорово, что у нас вообще выбор в целом есть. Если мы рассматриваем еще и Океанию, Авануату это Океания, то мы можем рассмотреть, как и провести детальное сравнение пяти карибских стран, которые позволяют получать гражданство за инвестиции точно так же и в Ануату. И таким образом подобрать максимальное решение. Ну, я тогда, знаешь, я тоже два слова добавлю. Вот ты такой хороший вопрос задал по поводу устойчивых убеждений по странам Карибского бассейна. Но я бы назвал бы их по своей практике их два. То есть первое такое убеждение, что это банановый паспорт, его получить очень легко. И люди очень сильно удивляются, когда мы задаем вопросы. А вот как история происхождения средств и так далее, и так далее. Какие вопросы? Вот деньги. Ну, вот давайте я подпишу. Где нужно подписать? Вот здесь. Все. Спасибо. Вот. И на практике это не так. Есть проверка на благонадежность, в которой участвуют профессиональные компании, таким как Томсон Ройтерс, например, который специализируется на проведении дью-диллидженса. Они это делают по заказу правительства. Вот. Поэтому и отказы есть. Да. Это тоже подтверждает то, что мысль, что это не так легко, не так просто. И второе такое убеждение, то, что я с паспортом Сэнкитс, например, или с каким-либо другим буду проходить паспортный контроль, и вот все пограничники тогда вот сбегутся вот со всех вот этих стеклянных будок, да, и начнут рассматривать, вот так, что же это такое, да, под увеличительным стеклом, да, смотреть на вас, смотреть на паспорт, да, задавать какие-то вопросы, вот, а кто вы такой, да, почему светлый человек с паспортом Доминики, и так далее, и так далее, вот, но это тоже, ну, зима, определенный миф, да, на практике, так, конечно, все зависит от человека, да, кто проходит пограничный контроль, да, они все очень хорошие психологи, пограничники, да, оценивают ситуацию, вот, но в целом на практике, если законопослушный человек, то никаких проблем не возникает, если говорить Сент-Кидс, то программе уже больше 30 лет, поэтому там все пограничники уже неоднократно, ну, как бы так, те, кто не первый день работают, да, они уже неоднократно эти паспорта видели, поэтому такой ситуации на практике не возникает, вот. Ну что, Михаил, тогда спасибо тебе большое за то, что ты рассказал нашим зрителям подробности и нюансы, ответил на вопросы, давай, может быть, тогда еще раз мы дадим твои контакты, здесь телефон, здесь почта, здесь телефон же WhatsApp, значит, если нужно будет нам углубиться в вопросы недвижимости, то мы сможем тогда организовать, конференц-колл застройщикам, и уже напрямую застройщикам, да, застройщик сможет ответить на все ваши вопросы, я думаю, что вот Светлане было бы, возможно, интересно, потому что вы уже такие тонкости спрашивали по поводу экономики проекта, мы это также сможем сделать, да, ну и еще раз хочу напомнить, что если вы выберете опцию получения паспорта через инвестиции в отель, то до конца сентября юридическое сопровождение будет полностью для вас бесплатно, таким образом вы сэкономите до 30 тысяч долларов на юрсопровождение, вот. Ну что ж, Михаил, тогда, да, я думаю, что завершай тогда, и будем... Коллеги, да, спасибо, Евгений, большое, коллеги, большое спасибо, что нашли время, такую в Москве приятную погоду, скажем так, посетили наше мероприятие, искренне был рад вашим вопросам, надеюсь, на все вопросы вы получили ответы, если какие-то остались там дополнительные, уже более углубленные вопросы, в плане и расчетов, каких-то, может быть, сроков документа, какого-то порядка действий, я всегда на связи, мои контакты, пожалуйста, на слайде, если что, готов провести как и очную встречу, так и конференцию в WhatsApp, и, как уже Евгений озвучил, действительно, мы тесно взаимодействуем с застройщиками, которые возвели эти три прекрасные отели, ну, два возвели и уже ввели в эксплуатацию, один еще остался, достраивается, да, его делают, поэтому на связи, вам огромное спасибо, и если что-то будет, если чем-то сможем помочь, всегда готов. Спасибо, Михаил, да, спасибо, уважаемые зрители, да, тогда до новых встреч, будем рады вас видеть на наших новых мероприятиях. До свидания. До свидания.